Биатлонные соревнования в Аберхофе притчевоязыцах. Каждый раз об этом этапе в Тюрингии много говорят. Сложнейшая трасса, труднейшие условия. А наш следующий материал о том, что можно повредить биатлонисту на сложных подъёмах и спусках Аберхофского стадиона. Так получается, что на состязаниях в Аберхофе почему-то самая скользкая трасса и падают тут чаще, чем на всех предыдущих этапах Кубка Мира вместе взятых. Причём падают иногда просто на ровном месте. Что же можно повредить после выхода на старт в Аберхофе? Оказывается, почти всё. Вот Симон Эдер проехал 200 метров в масс-старте. Разумеется, упал, испортил винтовку и, по сути, уже вот в этот момент гонку завершил. Австриец, правда, всё-таки доехал до первого огневого рубежа, где выяснилось, что приклад его оружия находится уже практически отдельно от самой винтовки. Согласитесь, стрелять вот из этого очень сложно. Палки биатлонисты ломают часто и иногда на счастье. Алексей Волков в Аберхофе тоже упал, а через пару секунд ещё и сломал палку. Как итог, второе место в масс-старте, первый личный подиум в карьере на этапах Кубка Планеты. Андреа Хенкель, как и все немки, вроде бы славится грамотным прохождением спусков, но в Аберхофе какая-то мистическая сила просто выбила лыжи из-под неё. В отличие от Волков, палку при этом Андреа не сломала и удачи не было. Как следствие, 16-е место по итогам гонки и разбитый нос. Но Хенкель просто молодец. После падения она ни разу не промахнулась и нашла в себе силы завершить дистанцию.